Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, вы пишете о том, как избавиться от депрессии и апатии, чтобы была, как раньше, гармония самой с собой. Здесь, в первую очередь, нужно сказать следующее, что депрессия и апатия, если они у вас есть, нуждаются в обязательной диагностике. То есть, необходимо продиагностировать то, что вы называете депрессией и апатией. То есть, откуда вы знаете, что у вас, грубо говоря, именно она, именно они депрессия и апатия? Откуда вы знаете, что у вас не что-то другое? Ну, например, допустим, какие-то другие проблемы, например, скажем, невроз или нарушение поведения какого-либо. Именно вашего. То есть, на мой взгляд, сперва, нужно, чтобы вы для себя постарались определить именно этот момент. То есть, грубо говоря, с чего все началось? Почему вы начали испытывать дискомфорт? Из-за чего вы его начали испытывать? По какой причине? Понимаете? Вот это, пожалуй, и является самым главным. Это, пожалуй, и является самым важным в том, что касается вашей проблемы. Далее. Следующий момент. Вы говорите о том, что у вас депрессия и апатия. Это, в свою очередь, означает, что вы испытываете некую подавленность, скорее всего. А подавленность можно испытывать только извне. Ну, то есть, если это приходит извне. И, соответственно, вся тонкость заключается в том, чтобы определить, по какой причине и от кого вы испытываете такой вот стимул, такой вот посыл для подобного поведения. То есть, что заставляет вас испытывать депрессию и апатию? Вот. Кто стимулирует вас на этом? Это важный момент, на самом деле. То есть, тот, кто вас подавляет, то, что вас подавляет, определяет именно ваше дальнейшее поведение и ваше решение, которое вы, значит, в свою очередь реализуете вот таким образом. Ну, то есть, такой вот моделью, моделью поведения, да? Ага, значит, дальше, теперь, следующий момент. Вы говорите, что нужно вам, ну, то есть, вы хотите вернуться в... ну, в прошлое. То есть, чтобы было как раз, как раньше. Здесь, нужно обязательно сказать, что так, как раньше, будет, ну, скорее всего, только в вашем воображении. Потому что этот образ того, что было раньше, вами идеализируется в силу отсутствия его сейчас в вашей жизни. То есть, именно по той причине, по какой его сейчас нет, то есть, ну, из-за чего его нет сейчас. Того, что вам дорого и ценно. То, к чему вы хотите вернуться. По этой причине можно сказать, что это остается в вашем воображении. И будет желанно и востребовано до тех пор, пока находится там. То есть, вам необходимо увидеть, что заставляет вас стремиться к идеализации этого момента. Ну, то есть, я имею ввиду, вот, к идеализации того, что было тогда. Понятно, понятно, да? Я надеюсь, то, что я говорил. Далее, вследствие того, что вами был приобретен определенный опыт, ну, то есть, вот вы получили какой-то опыт в жизни. В следствие этого сделать так, чтобы было как раньше, ну, то есть, чтобы вы чувствовали себя как раньше в гармонии с собой, не получится уже. Именно по той простой причине, что опыт вам этого не позволит. Нельзя войти в одну реку дважды, как бы не парадоксально и, может быть, банально не звучала эта фраза, но она подходит под данное определение. То есть, если вы вышли из какого-то состояния, если вы из него вышли, то вряд ли, вряд ли вы можете в него войти вновь. Это неприятно, это может быть даже страшно для вас, но, тем не менее, это правда. И чем быстрее вы к этому придете, чем быстрее вы перестанете хотеть вернуться в то время, когда было что-то по-другому. И чем быстрее вы пожелаете идти вперед и выстраивать что-то новое в своей жизни, тем лучше будет для вас. То есть, это такой момент, который необходимо обязательно учитывать при данном вопросе. Далее, значит, соответственно, раз вы говорите про гармонию, то есть вы говорите, что, ну, что у вас ушла гармония, значит, скорее всего, что-то заставило вас потерять эту гармонию. Возникает вопрос, а не было ли иллюзий то, что вы называли гармонию, это первое. И второе, если что-то заставило вас потерять гармонию, то нужно с этим разбираться. Почему это заставило вас потерять гармонию, и была ли она гармония по-настоящему устойчивой, если вы пришли к потере ее. То есть, очень важно, чтобы вами были определены причины того, что лишило вас гармонии. Без этого, как бы, работать с вами не будет иметь точки отсчетов. Надеюсь, вы это тоже постараетесь, ну, для себя понять. Дальше. Необходимо также определить, постараться, по крайней мере, это сделать, что для вас является гармонией, гармонией в принципе. Что это такое? Что есть гармония для вас? И как она выражала у вас? И что вы готовы сделать для того, чтобы в эту гармонию вернуться? То есть, понимаете ли вы, что если вы ее потеряли, то, скорее всего, ее и не было никогда. Это была иллюзия. Ну, вот. То есть, вполне вероятно, что ваша гармония это просто то, что вы воспринимали как, ну, знаете, обман. Я не говорю, что это обязательно так. Но, тем не менее. То есть, ну, вот эти вещи необходимо вам обязательно обдумать как следует. Соответственно, если вы считаете, что у вас есть подозрение на депрессию, то я рекомендую обратиться к врачу, чтобы с ним, с врачом, данный аспект рассмотреть. Ну, то есть, если вы считаете, что у вас депрессия, если вы так считаете, что вмешательство врача вам необходимо. Хотя бы для того, чтобы он, врач, чтобы вам обеспечил необходимые условия для восприятия психолога. Потому что, ну, вот, если у вас действительно депрессия, то психолога вы не сможете воспринимать хорошо. То есть, вы будете сопротивляться, возможно, тому, что, например, будет вам говорить ваш психолог, с которым вы будете работать. Вот. То есть, если вы считаете, что у вас депрессия, то обратитесь к врачу. И после этого уже можно говорить о всём остальном. вот, значит, касаемо вас и вашей проблеме. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он помог вам. Надеюсь, что это вот то, что я сказал для вас полезно. Надеюсь, что ваша проблема начнёт решаться. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.